МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. Смотрите сегодня. На службу в самое сердце страны. В Чувашии проводили новобранцев кремлевского полка. Как завещал просветитель. В Чувашском педагогическом университете говорили о педагогических традициях симбирской школы. Вдох глубокий, руки шире. Медики Чувашии будут дважды в неделю проводить зарядку для жителей. Все красавцы молодые, великаны удалые. Из Чувашии на службу в кремлевский полк проводили сегодня 10 новобранцев. Торжество проходило в Канаше в актовом зале сборного пункта. Воинская служба всегда почетна, но служба в кремлевском полку еще и престижна. Попасть в это формирование мечтают многие, удается не всем. Но, к слову, из Чувашии в каждый призыв набирают не менее 10 человек. И не только за красивые глаза. Занимался боксом, закончил училище Олимпийского резерва. Попал в президентский полк, наверное, скорее из-за того, что у меня хорошая физическая форма. Помимо физических данных, необходима еще незапятнанная биография, сила духа и осознание личной ответственности за безопасность Родины. С этим тоже проблем не возникает. У новобранцев достойные примеры для подражания. В Афганистане, в Кабул, в ВДВ, старший снайпер. Вот теперь горжусь за сына. Руководитель администрации главы республики Юрий Васильев отметил. К нашим призывникам у командования кремлевского полка не бывает нареканий. За последние годы они создали республике прекрасную репутацию. Это результат патриотического воспитания, которому в регионе уделяется огромное внимание. Мы построили прекрасную кадетскую школу. Мы ежегодно готовим до 400 человек, для того, чтобы в последующем они поступали в элитные войска, но в данном случае военно-космические силы. Мы ежегодно проводим разного рода военизированные игры. Мы ни разу, по сравнению с другими субъектами, проведение этих игр не прерывали. Я хочу сказать, вот тот темп, та работа, которая делается, она будет продолжена еще более качественно, эффективно. Вместе с командой кремлевского полка на службу отправляются и будущие моряки. Военком республики отметил, они тоже будут служить в почетных подразделениях. Часть из них едет на наш корабль, ракетный катер, Чувашия. Часть из них едет на наш корабль, на Вачебоксарск. Это тоже достойно. Здесь сидят и ребята, которые идут в сухопутные войски. Это тоже элитные войска. Поэтому я хочу поздравить всех призывников, родителей, ветеранов с праздником Днем Призывника России. Конечно, будут и трудности. Служба в армии – это и физические нагрузки, и строгая дисциплина, и отсутствие привычного комфорта. Но ребята уже готовы поддерживать друг друга. Как в команду определили, мы уже все поняли, что служить придется вместе. Сложились такие добрые отношения сразу. Впереди у ребят как минимум год службы. И пусть он станет одним из самых важных и значимых в жизни. Елена Гальперина, Мальвина Петрова, Валерий Резюков. Республика. Правоохранительные органы должны стать помощниками предпринимателей. Снизить административную нагрузку на бизнес – задача проводимой реформы контрольно-надзорной деятельности. Сегодня ее результаты обсуждали в Торгово-промышленной палате. Кошмарить бизнес в Республике стали меньше. В шесть раз реже на проверки выезжают сотрудники МЧС. Результаты работы надзорных органов не оценивают по количеству выписанных штрафов. Визиты контролеров на предприятия должны приводить к снижению нарушений. Итоги реформы в регионах обсуждают каждый квартал на публичных слушаниях с участием бизнесменов и руководителей ведомств. Мы доводим информацию, жалобы или, например, часто у предпринимателей бывают вопросы. Они не понимают, как применять, например, тот или иной регламент. Или, например, почему то или иное предприятие попало в план проверок. Или очень болезненные вопросы, связанные с привлечением к административной ответственности. В настоящее время мы особое внимание уделяем именно количеству внеплановых проверок. Здесь вот я хотел бы сказать, что если взять именно органы, то существенно снизили количество проверок МЧС, Роспотребнадзор, Росперероднадзор, а также ряд других органов. На первый план выходит и рискориентированный подход. Чаще всего проверки должны проводиться там, где существует реальная угроза безопасности людей. Для этого в рамках проводимой реформы в регионах разработали чек-листы бизнесменов. В последнее время руководители контрольно-надзорных органов, практически всех, начали размещать на своих сайтах чек-листы. Чек-лист помогает предпринимателю не только подготовиться к проверке, но и также, заполнив информацию, отправить их в орган, а орган уже определяя заполнение этих листов, видит. Это дает также основание для так называемой категорирования рисков. Именно риски определяют, попадет то или иное предприятие в план проверок или нет. Но мы думаем, что законодатель в ближайшее время будет все-таки уменьшать количество вопросов, которые содержатся в чек-листах. По некоторым органам их действительно избыточное количество. Уход из жизни подростка – это всегда трагедия. Вдвойне ужасно, когда молодые люди идут на это сознательно. Какие меры нужно предпринять, чтобы уменьшить количество таких случаев, говорили на заседании правительственной комиссии. Проблемы в семье, в общении со сверстниками, несчастная любовь, отсутствие душевного равновесия – основные причины, которые толкают подростков на отчаянный шаг. Один из случаев произошел в Маргаушском районе. Отравление таблетками. Подросток. Семья у нас ранее состояла на учете. Этот подросток обучался в городе Чебоксары. У него была подруга. Мы выясняли, и девушка тоже отравилась. Ее еле откачали в больнице. Шесть случаев с начала года. В прошлом году их было восемь. Несмотря на то, что у нас идет снижение, но каждый факт смерти несовершеннолетнего ребенка является, конечно, достаточно большой трагедией. И на сегодняшний день мы очень сильно выделяемся по сравнению с другими субъектами Привозка федерального округа по количеству суицидальных проявлений. У нас самое крупное количество суицидов было это в 2016 году, 12 случаев было. Для примера, Нижегородская область, где количество подросткового населения на два раза больше, там было 4 всего случая. В этой очень серьезной и деликатной теме должен действовать принцип «не навреди». Взаимоотношения взрослых и подростков – это совместное поле деятельности родителей, учителей и психологов. Комплексные профилактические мероприятия помогают подросткам выйти из состояния душевной травмы. В республике работают телефон доверия, мобильные бригады психологической помощи. Особое внимание безопасному использованию интернета. Подросткам рассказывается о правильном использовании персональных данных, о мерах безопасности в интернете. Охвачено более 2000 школьников. Кроме того, недавно буквально наша общественная организация «Перекресток» еще один проект выиграл под названием «Дети из сети», который тоже будет направлен на безопасное обращение с сетью интернет. Но все эти меры не принесут нужного результата без помощи родителей. Слышать и слушать собственного ребенка – этот совет поможет сохранить его жизнь. Татьяна Леонтьева, Олесия Русакова, Павел Редков, Республика. Остановили пьяного водителя, но вместо того, чтобы составить протокол, потребовали взятку. В этом обвиняют бывших сотрудников ГИБДД из «АллатРа». Дело передано в суд. По версии следствия, в ночь с 11 на 12 августа в «АллатРе» обвиняемые остановили автомобиль под управлением местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Не составив в отношении него протокола об административном правонарушении и не приняв мер по привлечению его к установленной ответственности, они потребовали за это передать им взятку в размере 20 тысяч рублей в срок до 18-19 августа. 21 августа, не получив ранее оговоренной суммы денег, они приехали к дому водителя и вновь потребовали их, угрожая в противном случае изъять его машину под предлогом того, что якобы она проходила по ДТП и поместить на специализированную стоянку или продать. В тот день они установили ему новый срок. 1 сентября злоумышленники направили к нему за деньгами своего знакомого. При получении указанной суммы взятки были задержаны с поличными сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас злоумышленники под домашним арестом. На их банковские счета наложен арест. Минздрав Чувашия запустил новый профилактический проект «Единый день зарядки». Принять в нем участие могут абсолютно все желающие. Для этого достаточно обзавестись подходящей одеждой и запомнить расписание разминок. Каждый четверг в 7.30 и каждую субботу в 9.00 сотрудники медицинских учреждений Чувашия готовы встречаться с жителями для совместных разминок. Упражнения на свежем воздухе позволяют не только поддерживать спортивную форму, но и сокращают риск развития многих заболеваний, особенно сердца и сосудов. Приглашение адресовано в первую очередь тем, кто хотел бы вступить в ряды поклонников здорового образа жизни, но не обладает достаточно силой воли для самостоятельных тренировок. Делать это в компании намного приятнее, а в компании с врачом еще и полезнее. Начать можно не с понедельника, а прямо с субботы. Зарядки будут проходить в парковых зонах и во дворах домов в зоне обслуживания больниц. О месте и времени жители республики. Больницы будут оповещать заранее. Как завещал Иван Яковлев, сегодня в Чувашском педагогическом университете говорили о традициях Симбирской школы в современном образовании. Там прошла научная конференция, слушала и делала выводы Ольга Пырочкина. Иван Яковлев еще сам учился в гимназии, когда на деньги от репетиторства открыл свою первую частную школу для деревенских детей. Тогда он, конечно, не думал о зарплате, стимулирующих, нагрузке в часах или престижности профессии учителя. Зато думал об учениках. И это, пожалуй, главная традиция Симбирской Чувашской учительской школы. Одна школа перевернула все сознание и всю нашу самобытность и, соответственно, дала нам толчок, источник жизни и развития. Мы сегодня бережно храним и их традиции и перенимаем тот опыт, особенно опыт, когда учитель был непосредственно связан с жизнью сельского жителя, непосредственно связан с жизнью ребенка. Этот год у нас посвящен 170-летию со дня рождения Ивана Яковлевича Яковлева, и поэтому многие мероприятия, которые проходят в Чувашской республике, они посвящены как раз не только тем великим делам, наследию Ивана Яковлевича Яковлева, но и, конечно, и созданию той сети школ, которые, по сути дела, зародили подготовку кадров. Доклад доктора исторических наук Льва Ефимова о женском образовании, которое начало развиваться в Чувашии, тоже благодаря просветителю. Иван Яковлев писал, в жизни у Чувашии женщины имеют такое же значение, как и мужчины, и даже больше. Чувашка работает на полях наравне с мужчиной, воспитание детей ложится в основном на ее плечи. Мне казалось несправедливым, что в то время, как мужчинам открылась дорога к просвещению, женщины оставались в невежестве. В традиционный период образовательный уровень Чувашских женщин составил всего 4%, поэтому Яковлев поставил такую задачу, чтобы больше вовлекать девчонок в школы. И привлекал кадры, прежде всего, из среды, из своих. Супруга была наставницей первой, Наталья Алексеевна Яковлевна, была первой учительницей в Симбирске Чувашской ученице в школе. За полтора века система образования в России сильно изменилась, но главный принцип учителя, пожалуй, прежний. Самое главное – стать преподавателем интересным для детей. Не просто рассказывать им так нудно и скучно предмет. Это должно быть интересно, чтобы в их глазах закрылся небольшой огонек. И пока будущие педагоги так думают, образование в республике в надежных руках. Все, как завещал патриарх Чувашской культуры. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика. Сегодня в галерее «Серебряный век» развернулась выставка избранных произведений участников 12 кокелевских международных пленеров. В творениях дивных кокелевских пленеров цветет Чувашия моя. Так называется сегодняшняя выставка. За 12 лет в творческих сессиях приняли участие 139 представителей разных школ изобразительного искусства. Из России, Белоруссии и Украины. Среди которых народные художники, мастера и юные дарования. Какого уровня, высочайшего уровня здесь представлены художники? Какого высокого уровня участвуют художники в нашем пленере? Большой особенностью нашего пленера является то, что мы хотим через наши картины, через художников показать, что Чувашская республика многонациональная, в которой проживают представители 127 местных народов. Они проживают в дружбе, в мире, согласии и уважении. С 2007 года Кокелевский пленер проводится ежегодно в честь одного из зачинателей Чувашского профессионального искусства Алексея Кокеля. Выставки проходят на его родине в селе Тарханы Батыревского района. Сегодняшнее мероприятие посвящено 100-летию образования Чувашии. Впервые на выставке работа народного художника Украины Виктора Ковтуна. Портреты космонавтов из Чувашии, центральное место среди них, конечно же, отведено Андриану Николаеву. Его кистью много лет назад написанный портрет организатора Кокелевского музея в Тарханской школе Валентина Сергеева. Это большое дело, что украинские художники в то время к нам могли приезжать и работать свободно. Когда он выполнил эту работу, я посмотрел, конечно, мне понравилась эта работа, понравилась работа. Художник, он, конечно, не для себя это рисовал, я думаю, он хотел показать тархановцев, земляков Кокеля. В том числе я туда попал. Кокельевские пленеры будут хранить традиции метров и открывать новые таланты. Из Японии с любовью. В Чебоксарской детской музыкальной школе номер два идет неделя японской культуры. Что такое канзаши? В чем смысл аниме? И как освоить бонсай? Ответы на эти вопросы все желающие узнали на неделе японской культуры в музыкальной школе имени Воробьева. Многие наши коллеги увлекаются культурой и искусством этой страны. В частности, педагог по звукорежиссуре увлекается аниме японской мультипликацией, японской музыкой. Педагог по флете увлекается бонсаями. Это искусство миниатюрных деревьев. Но в Японии, конечно, миниатюрные деревья выращиваются, а наш педагог их изготавливает своими руками. Ну а я увлекаюсь изготавливанием, точнее искусством изготовления цветов из ткани канзаши. На первом мастер-классе школьники учились оригами. В соседнем кабинете юные музыканты пробовали освоить бонсай, сделать своими руками маленькую копию дерева из бисера. Бонсаями я занимаюсь не так давно. Как-то попался мне в интернете такой ролик, как можно сделать бонсай своими руками из бисера. И я решила попробовать, у меня получилось очень хорошо. Конечно, делать это не такое дорогое удовольствие, но, в принципе, можно себе позволить. Второй день посвятили аниме. Именно этому направлению культуры страны восходящего солнца Семен Ахмедов посвятил 15 лет. И он с удовольствием рассказывает ученикам о своем увлечении. Это не просто мультфильмы, например, как многие думают, что для детей. Это больше уже обозначено для подростков. То есть там есть глубокий философский смысл. То есть есть очень много произведений. Жанров, вообще, жанров аниме очень много. Больше 150 жанров аниме, в отличие даже от тех же мультфильмов и любых фильмов. И смысл в том, что у каждого аниме свой философский смысл. Неделя японской культуры завершится в пятницу 16 ноября. Финальным аккордом станет знакомство с музыкальной культурой страны восходящего солнца. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Валера Резюков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин